Сегодня в эфире. 15-я больница оставалась под управлением исполняющего обязанности Игоря Бондаренко с декабря 2011 года даже после волны увольнений главных врачей в июне прошлого года и последующим назначением новых руководителей. В этом году на уровне городского правительства было принято решение о развитии больницы и строительстве нового корпуса на ее территории в рамках частно-государственного партнерства. В новых условиях руководство медучреждением доверили Александру Мироненко, доктору медицинских наук, заслуженному врачу РФ, полковнику медицинской службы запаса. До сих пор исполнявший обязанности главного врача 15-й больницы Игорь Бондаренко, кстати, тоже военный врач, возвращен на прежнюю должность заместителя главного врача по страховой медицине. Справка Александр Николаевич Мироненко, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, полковник медицинской службы запаса. В 1982 году окончил факультет подготовки врачей для ракетных и сухопутных войск в МАА имени СМ. Кирова, по окончании Академии Мироненко служил в Южной группе войск, в Белорусском военном округе. В 1989 году поступил на и факультет в МАА по специальности терапия. В 1991 году был командирован в зону катастрофы на ЧАЭС. После окончания Ай-факультета, с 1991 года Мироненко работал в клиническом отделе в МАА имени СМ. Кирова. В 2002 году Александр Мироненко защитил докторскую диссертацию и возглавил кафедру общественного здоровья и экономики военного здравоохранения Академии. После увольнения с военной службы в 2004 году Мироненко работал заместителем начальника НИИ травматологии и ортопедии имени РР. Вредена и преподавал в СЗГ МУИМ. ИИ. Мечникова, с 2005 года. С 2009 года Александр Мироненко был заместителем директора НИИ уха, горла, носа и речи. А в октябре прошлого года вернулся в МАА, был назначен на должность заместителя начальника Академии. Будь здоров и подписывайся на наш канал.